На улице Черноморского казачества 93 находится обычный старый дворик. Но это только на первый взгляд. Если зайти чуть дальше, в одном из подъездов, прямо среди жилых квартир, находится дверь. А за дверью старые и обвалившиеся трущобы. Вот таким сомнительным сюрпризом могут похвастаться жители дворика на Пересыпи. В заброшенное состояние здание пришло уже несколько лет назад. Но обвалы тут случаются регулярно. То стены оседают из-за непогоды, то осыпаются остатки трухлявой крыши. Прилегающие ко двору дома выглядят не лучше. Капитальные ремонтные работы здесь не проводились годами. Пробойны в крышах и фасад зданий жители приводят в порядок своими силами. Так как помощи от чиновников ждать приходится слишком долго. Нам пообещали, что придете, запишетесь. Будем вам крышу обещать, вроде полностью делать. Мы хотим, чтобы полностью сделали крышу. Потому что кусками латают. Сегодня залатали один кусок, на следующий раз второй кусок уже течет опять. Следующий двор на этой же улице под номером 89 вообще бьет все рекорды аварийности. Людям, чтобы попасть к себе домой, приходится проходить под обвижен и крайне небезопасным потолком. Над аварийным входом находится не менее аварийное здание. Несколько лет назад здесь произошел обвал и дом признали неподлежащим восстановлению. Однако людям, живущим во дворе, от этого не легче. Ежедневно они подвергают себя опасности, проходя под сгнившими и еле держащимися досками. Обратиться за помощью к депутату своего 48 округа они не могут. Его просто не существует. Почему не депутата? Ну, к сожалению, таково было законодательство. И так получилось, что на некоторых избирательных участках получилось два депутата, а какие-то круга остались без депутата. Незавидная участь дворов на улице Черноморского казачества может ожидать и остальные улицы Пересопи. В то время как в центре города и на склонах у моря одна за другой вырастают многоэтажки и благоустраиваются территории, об этом уголке Суворовского района вспоминают крайне редко. На сегодняшний день никаких проектных решений по данному району перспективных пока нет. Почему? Потому что, вы же видите, все благоустройство идет в центр города, больше открытые площадя с инфраструктурой. Здесь, к сожалению, вот такая вот ситуация сложилась уже издавна. Обратят ли чиновники внимание на аварийные здания до того, как здесь произойдет очередной обвал, пожар или несчастный случай, не ясно. Ну а пока местные заходят во двор, прикрывая голову и, к сожалению, не от майского солнца. Александр Явник, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.